Всем привет, ребята! Сегодня видео про пустые баночки. Очень давно не записывала подобного рода видео, и как вы понимаете, этих баночек накопилось очень много. Но зато у меня есть что рассказать и поделиться с вами какими-то окончательными уже результатами от тех или иных средств. И по старой доброй традиции разделю это видео на две части. Сегодня будет только уход. В следующей части про волосы, витамины и декоративную косметику. А если вам кажется, что у меня простуженный голос, вам не кажется, но я уже выздоравливаю, это была обычная простуда. Так, давайте начинать. И, честно говоря, у меня у самой был шок, когда я подсчитала количество этого средства, которое я израсходовала. Ну вот, посмотрите, пожалуйста. Тут 12 упаковок, вот эти специальные полосочки для очищения носа, подбородка и лба. Ну да, я люблю эту штуку. Компания Виа Бьюти, я их постоянно показываю, постоянно их покупаю, использую, наверное, несколько, может быть, два раза в неделю. Очень люблю. И, кстати, я была недавно у косметолога, она мне сказала, что как таковая чистка пор, от черных точек конкретно, мне не нужна. Не знаю, это результат вот этого средства или нет, но, по крайней мере, я продолжаю пользоваться, мне нравится. Так, отставляю, так чтобы это все не упало. Наконец-то дома станет меньше мусора. Кстати, вот эта коробка. Так, давайте, наверное, расскажу для начала о компании, которая стала для меня открытием, наверное, этого весны-лета. Это украинская компания, называется она Nature Real. По-моему, я уже о них когда-то рассказывала в каком-то из влогов, я открывала вместе с вами посылку. Так вот, мне очень нравится их подход, мне очень нравится то, как они относятся к экологии. И вот у меня есть их средства. Это мицеллярная вода, ой, тут немножко еще осталось, даже капает. Потом это гидрофильное масло, это тоник и еще один тоник, плюс крем для лица. Давайте, вот еще очищающая пенка. Давайте обо всем по порядку и начнем, наверное, с очищения. Я в восторге от их гидрофильного масла. Это, наверное, то, что я буду у них заказывать всегда, потому что оно, наверное, это единственное масло гидрофильное, которое не вызывает у меня никакой негативной реакции в плане высыпаний или покраснений. У меня это Адаптоген 02. У них все средства не по порядку, а просто почему-то по каким-то определенным цифрам. Возможно, есть в этом какой-то смысл, но явно не для покупателя, а скорее для производителя. Так вот, это средство, которое, во-первых, оно пахнет манго. Я, к сожалению, не люблю запах манго, наверное, нигде, кроме как самого свежего манго, но все равно мне нравилось им пользоваться, мне нравилось и ощущение кожи. После него обязательно масло нужно смывать, любое масло это в том числе, и оно качественно убирает макияж, убирает какое-то загрязнение с кожи. В общем, люблю и вам советую. Внизу обязательно оставлю ссылку на их инстаграм. Посмотрите, я думаю, что вас тоже это заинтересует. По крайней мере, по соотношению цена, качество, это прям идеально. Особенно учитывая, что качество я бы поставила 5 из 5, что касается именно масла. Дальше, пенка для очищения у меня была Love My Skin 02. Кстати, девочки подбирают, да, наверное, девочки, подбирают вам уход, исходя из того, как вы описываете свою кожу. Они высылают вам такой тест небольшой. Так вот, эта пенка не произвела на меня какого-то вау-эффекта. Она, кстати, классный дозатор, который сразу вспенивает средства. И она оказалась, ну, назовем это так, слишком слабенькой для меня. Я люблю, когда ты чувствуешь ощущение, не то чтобы до скрипа, но ты чувствуешь именно очищенную кожу. Здесь же такого не было. Я уверена, что оно тоже хорошо очищает, но нет того ощущения. В общем, я не буду покупать еще это средство. Хотя я уверена, что девушкам, которым, скажем прямо, повезло с кожей, у которых нет высыпаний, эта пенка точно понравится, потому что она дополнительно не пересушивает кожу. Более того, иногда даже не было необходимости сверху наносить крем. То есть, достаточно было просто умыться и все. Особенно летом. Но я больше заказывать это средство точно не буду, потому что мне мало. Дальше мицеллярная вода. У меня она называется Clean Karma 04. Классное название, кстати. И если сравнивать с Garnier, L'Oreal, Nivea, какие там еще есть у нас в масс-маркете, она явно, конечно, выигрывает. Это гораздо лучше точно. Ну и стоит она, кстати, дороже. Но, если сравнивать с моей любимой Биодерма, или, как правильно, вроде бы Биодерма, то она явно проигрывает. Не знаю, вот люблю я Биодерму и ни на что ее больше менять не буду. Хотя, кстати, вот это стоит плюс-минус одинаково, как если заказывать Биодерму у посредников, а не покупать в аптеке втридорого, конечно. Это одинаковое средство, просто немножко поменялась у них форма упаковки. Это тоник, римская ромашка, номер 23 у меня. Он предназначен для кожи, которая чувствительная и склонная к высыпаниям. Начнем с того, что я обожаю ромашку, запах ромашки, но, к сожалению, этот тоник ромашкой даже не пахнет. Но дело, конечно, не в запахе. Мне понравился этот продукт, как вы видите, я его два раза заказала. Более того, тут классная упаковка, стеклянная и темная. Минус для меня в том, что распылитель не очень мелкий, то есть достаточно крупные капли попадают на лицо. Но, в принципе, это не страшно, потому что не обязательно пшикать на лицо. Лучше, наверное, даже использовать ватные диски для тоника. Но дело в том, что тоник, как мне кажется, легко можно заменить гидролатом. Если вы уверены в производителе, в месте, где вы покупаете. Почему я говорю о том, что можно заменить? Потому что у нас, например, в эколавке, в магазине, который называется Здорова, эти самые гидролаты стоят, ну, примерно в два раза меньше, чем вот тоники. Сейчас я вам покажу, какие гидролаты я использовала. Кстати, вот у меня тоже три баночки. Это компания Органика. Я уверена, что если вы живете в другом городе или даже в другой стране, не составит труда поискать в гугле и найти хороших представителей, которые предоставляют качественные гидролаты. Я люблю гидролат Нероли больше всего. Он вкусно пахнет какой-то сладкой такой апельсинкой. И гидролат Розы, но не за запах. Аромат Розы я не люблю в косметике или даже в парфюмерии. А потому что он классно успокаивает кожу. Особенно если начинаются какие-то шелушения. Не в том плане, что он кожу прям залечивает и убирает эти шелушения на 100%. А потому что он качественно подготавливает кожу к последующему нанесению крема или лосьона какого-нибудь. А гидролат Нероли подходит больше для жирной или комбинированной кожи. Плюс летом, когда было очень жарко, я любила просто немножко освежить лицо. Сразу становилось так приятно и свежо. Дальше, если уж мы заговорили о мицеллярной воде. Ну, конечно, без биодермы. Наверное, не обходятся ни одни пустые баночки. И обожаю конкретно эту мицеллярную воду розовую для чувствительной кожи. Заказываю у посредника, которому опять же доверяю. Потому что, насколько я понимаю, сейчас мицеллярную воду даже французской компании могут разливать где-то на Малой Арнаутской в Одессе. В аптеках эта вода стоит в 2-3 раза дороже, как я уже говорила. А у посредников, соответственно, дешевле. Очень люблю. Она не вызывает у меня никаких негативных реакций на кожу. Что не скажешь о вот этой мицеллярной воде. Это Невея. Для лица, для глаз, для губ. В общем, ничего, кроме высыпания, она мне не принесла. Кстати, сразу скажу, что я мицеллярную воду обязательно смываю. Причем не просто водой, а гелем, пенкой и так далее. Но этой мицеллярной воде не помогли никакие смывания. Точнее, моей коже уже не помогло ничего после этой мицеллярной воды. Вот смотрите, тут больше половины. И, кстати, я знаю, что многие очищают обувь, например, белые кеды, кроссовки мицеллярной водой. Эта вода у меня конкретно ничего не очищает. Я очищаю, кстати, белую обувь мылом для того, чтобы отбеливать одежду. Не знаю, мицеллярная вода так хорошо не работает. И еще одна бутылочка. Это уже Лореаль. Как видите, она пустая. Я ее действительно использовала всю. Это маленький вариант 200 мл. Но ей я смывала не лицо, а глаза. Макияж с глаз убирает отлично. Дело в том, что я не знаю, какая у меня была бы реакция на лице от этой воды. Поэтому решила не рисковать. Потому что когда-то давно, может быть год назад, у меня была такая же. И я ее просто выбросила. Видимо, потому что какая-то негативная реакция добыла. В общем, биодерма я сейчас не изменяю ни с какой другой мицеллярной водой. И вам тоже советую. Потому что доверяю. Дальше у меня тут три средства от компании Биолита. Это, по-моему, белорусская фирма. И у них очень дешевая продукция. Не знаю, вот одна бутылочка, одна баночка такая. Меньше 100 гривен, по-моему, стоила. Может быть, какая-то из них чуть дороже. Здесь у меня глиняная маска. Которая, конечно же, обещает и глубокое очищение, и выравнивание тона кожи, и сужение пор. И вывод токсинов, и снимает маску усталости, в общем. Но это обычная глиняная маска. Ничего плохого про нее сказать не могу. Как видите, использовала полностью. Но обрезать и выколупывать оттуда уже никакого желания, если честно, не было. Если вы любите глиняные маски и не любите их бодяжить, разводить с водой, то вот отличный вариант. Уже все тут для вас сделано. Просто нанесли и потом смыли. Чего не скажу о вот этих двух продуктах. Первое это Гидроэффект Экспресс Маска Гель, которая должна была увлажнять кожу. От нее вообще ноль результата. Единственное, что она вкусно пахнет. Все, приятно так, свеженько. Тут, наверное, половина еще осталась. Я не вижу смысла баловаться, если нет никакого результата. И еще мезопилинг, скатка для лица. Это штука, которая нравится очень многим девушкам. Особенно после 35, наверное. Главное, чтобы не было высыпаний. Потому что если есть, вы можете сделать только хуже. В чем вообще смысл? Вы наносите небольшое количество на лицо. Ждете там буквально минуту, наверное. И начинаете немножко тереть лицо. От чего происходит вот этот пилинг. И скатывается типа верхний слой кожи. Но вот прям сильного эффекта я не заметила. Плюс у меня сейчас, ну не скажу, что прям очень хорошая кожа. Есть проблемы, есть высыпания. Я боялась сделать хуже. Если бы высыпаний не было, я бы скорее всего использовала ее чаще. И заказала бы ее еще раз. А так у меня больше половины. Просто потому, что я не успела использовать. И у нее прошел срок годности. Заказывала все это на мейкап. И в принципе, я думаю, что вот например, маме моей, вот эта штука, пилинг, скатка, точно бы понравилась. Забыла сказать о креме от компании Nature Real. Крем мне понравился. У меня он называется Moisturing Ritual 44. Он не вызывает высыпаний, что самое главное. Хорошо, качественно увлажняет. Плюс его можно использовать и как дневной, и как ночной. И даже на зону вокруг глаз. Знаете, у меня какое-то доверие вызывают продукты. В частности, кремы для лица, которые можно использовать и в качестве дневного, и ночного, и тем более под глаза. В общем, мне нравится. Не скажу, что это супер бюджетно, но и не супер дорого. Вполне возможно, закажу себе еще, когда буду заказывать очередную порцию гидрофильного масла. Еще одно средство украинского производства. Точнее, у меня их целых три. Возможно, вы видели у украинских блогеров. Мне кажется, что все уже рассказывали о компании, насколько я понимаю, Ecost Cosmetic. В общем, это маски, которые сделаны в Украине, которые супер экологичные, которые с хорошим составом, и плюс они бюджетные. На самом деле, тут есть один небольшой секретик. Дело в том, что вам кажется, что достаточно такая большая баночка. На самом деле, вам не будет видно, но дно примерно вот здесь. То есть, на половинке баночки. И маски хватает, наверное, на 4-5 раз. Обязательно нужно хранить в холодильнике. И срок годности у них, если я не ошибаюсь, около 2-3 месяцев. Возможно, чуть больше. У меня была маска хлорофиловая, маска калиновая и маска очищающая. Вам помогут там разобраться со всем, что есть. Плюс у них, насколько я помню, классные пилинги. Но, опять же, это не для девочек или парней, у которых проблемная кожа, чтобы не навредить. Больше всего мне понравилась очищающая маска. Хлорофиловая маска, она и очищала, и плюс немножко увлажняла. Но у нее достаточно странный запах, и такая неприятная маслянистая слегка текстура. Маска калиновая, ну, особого результата я от нее не увидела. Возможно, я закажу еще, потому что, в принципе, ничего плохого сказать не могу. В качестве каких-то поддерживающих процедур, мне кажется, что средство хорошее. Еще одно средство, о котором, наверное, знают многие, особенно мамочки, это Пурилан. У меня от Мидела. Я думаю, что другие производители тоже делают. В общем, это средство, которое вы используете для ухода за собой, когда кормите. Не будем вдаваться в подробности. И этот Пурилан, кроме всего прочего, советуют наносить на проблемные участки, которые очень сухие. Например, пятки, локти, губы. Особенно губы. Очень часто слышу советы об этом. Но конкретно на моих губах почему-то этот Пурилан не работал вообще. Становилось даже, как мне кажется, немножко хуже. Такое ощущение, что я наношу не какое-то успокаивающее средство, не заживляющее, а наоборот раздражающее. И плюс как пилинг, как скраб. Потому что губы потом начинают очень интенсивно, ну так скажем, скатываться. И вот у меня где-то треть тюбика осталось. Я выбрасываю, потому что просто не вижу от него никакого положительного результата. Дальше. Мой любимый Бепантен. Днем, днем, летом я использую конкретно крем. Тут вот большая и маленькая упаковка. К сожалению, он сейчас очень вырос в цене. Прям почти в два раза, наверное. Но я продолжаю им пользоваться. Очень его люблю на сухие участки. Идеально на те же даже губы. На лицо я тоже не боюсь наносить. Потому что у меня конкретно ни от крема, ни от мази, ни от высыпаний. Зимой больше люблю использовать мазь. Но она неприятна на лице. Она такая липкая. Не очень, конечно, текстура. Но на ночь, я думаю, что можно потерпеть. Умывалка от COSRX. С низким pH. С pH и кислотами. Заказывала на iHerb. Заказала еще раз. Жду вот, кстати, посылку. Обожаю ее. Конкретно эту использую по утрам. Мне нравится. Хотя и вечером тоже будет неплохо. Она не высушивает кожу. Но если вы раньше никогда не пользовались средствами с кислотами. Тут очень маленькое содержание. Но тем не менее. У вас могут быть слегка небольшие шелушения на первом этапе. То есть буквально первую, наверное, неделю-две. Потом они проходят. И ничего, кроме положительного эффекта, вы не видите. Оно действительно борется и помогает вам в борьбе с черными точками. Особенно с неровностями кожи. Знаете, бывает такое, когда вот так трогаешь нос. И прям чувствуешь какие-то бугорки что ли. С этой умывалкой у меня такого не было никогда. Поэтому если вы страдаете черными точками, расширенными порами, попробуйте. Я уверена, вам понравится. Еще одно средство, кстати, тоже от COSRX. Тоже заказывала на iHerb. Оно так и называется. BHA. Black Hat Power Liquid. То есть средство, которое, жидкость, которая помогает вам в борьбе с черными точками. Я его использовала в качестве тоника. И тут 4% этой BHA кислоты. И конкретно тут бетаин салицитлат. Надеюсь, правильно прочитала. И конкретно это средство не помогло мне убрать черные точки. Но оно, знаете, вот такое ощущение, как будто оно очищает поры снутри. То есть прям глубоко и выталкивает вот эти черные точки. Вам потом просто нужно от них избавиться либо пластырями, вот этими специальными наклейками для носа. Либо у косметолога. То есть чистки будут проходить гораздо легче. Если вам нужен такой эффект, то попробуйте. Конкретно я больше заказывать точно не буду. Я вот его использовала очень долго. И у него вот буквально в этом месяце, кстати, заканчивается срок годности. Поэтому я вовремя закончила. Дальше еще одно средство от, точнее, из iHerb. Я показывала в видео. Вот здесь вот оставлю ссылку о своих любимчиках из iHerb. Это кристалл, солевой дезодорант, который используют, если нет особых проблем с потовыделением. Используют его в качестве уничтожителя, убивателя неприятного запаха. И я рассказала о том, что у меня он разбился. К сожалению, я его просто уронила. Поэтому он в пакетике. И говорила о том, что у меня есть такой же вариант, но в тревел-размере, тревел-версии. В тот же день, что вы думаете? Конечно же, я его тоже роняю. У меня вот остался такой кусочек. Я использую конкретно его. Мне прям стыдно показывать. Но я заказала уже новый тревел-версию. Они мне нравятся больше. Хотя это то же самое. Просто формат удобней. Вот. В общем. Но пока жду. Можно использовать и этот кусочек. Дальше средства. Тоже из iHerb. Давайте уж по iHerb пойдем. Это патчи от Petit Fee. Мои любимые. Золотые. Гидрогелевые. Ничего особо больше рассказывать не буду. Потому что все о них уже, по-моему, сказано. У меня в холодильнике, кстати, сейчас стоит точно такая же баночка. И еще в шкафу запасная. Дальше средство, которое мне очень понравилось. Это масло шиповника от компании Life Flow. Тоже заказывала на iHerb. Но, как видите, оно у меня не просто так в пакете. Дело в том, что здесь очень неудачная пипетка оказалась. И вместо того, чтобы перелить это в другую баночку, я решила немножечко поиздеваться над пипеткой. Замотала ее то ли изолентой, то ли какой-то перчаткой резиновой. Но, в общем, это перчатка и изолента, они черного цвета. И вся жидкость, которая здесь, тоже окрасилась в черный. В общем, я не стала ее использовать дальше. Для чего это средство? Это масло, которое не будет забивать вам поры. И плюс будет хорошо и качественно увлажнять кожу, не перегружая ее. То есть, это масло идеально подходит для жирной кожи, для комбинированной кожи. Насчет сухой, но скорее нет, чем да. Для вас там гораздо более обширный список этих масел. Главное, выбирайте не комедогенные. Возможно, закажу еще. Тем более, что стоит оно, ну, прям очень мало, как для качественного масла. А в производителе и в качестве, я уверена. Ретинол. Тут вот такой ролик. К сожалению, их сняли с производства. Но это, кстати, та же компания, что и предыдущее масло шиповников. Но у этой компании есть крем с ретинолом, который я, кстати, забыла заказать. В прошлый раз. Ладно. Перейдет на следующий заказ. И ретинол хорош не только в качестве увлажнителя, потому что он хорошо борется с первыми морщинками. Но и в качестве, в борьбе с высыпаниями. Он прям хорошо так работает. Обязательно ретинол используем только на ночь и на следующий день, утром, когда, перед тем, как выходим на улицу, SPF. Потому что с солнцем ретинол не дружит вообще. И последнее, по-моему, средство из iHerb это пилинг. Он называется Fillin' and Peelin' от компании Natural Pacific. Насколько я помню, его сейчас нет. Но, возможно, еще появится в наличии. По крайней мере, на iHerb нет. В общем, тут баночка, коробочка такая. И в ней две баночки. Первая это... Нет, первая это вот эта. Это баночка с, как мне казалось, каким-то скрабом. Там такие небольшие частички, которые, в принципе, могли бы неплохо так проскрабировать кожу. Поэтому, если есть высыпание, нужно наносить очень бережно, ничего не тереть. После того, как вы нанесли это средство, должны подождать буквально 3 минутки, по-моему, или даже меньше, минутку. И наносите следующее средство. Это уже жидкость, которая слегка пощипывает кожу. У всего этого такой приятный лимонный аромат. И после того, как вы уже смываете это все, вы нанесли вот это средство аккуратно. Если никаких высыпаний нет, можно даже немножко так промассировать. И после смываете. Это средство богато витамином С. Оно хорошо разравнивает тон кожи. Оно хорошо очищает кожу. Оно ее не травмирует, если, конечно, сильно не тереть. Поэтому имейте в виду. И после нее кожа очень гладенькая, как после пилинга. Но это домашний пилинг. То есть он не супер сильный. Не срединный, конечно же. И даже не мягкий пилинг, который вы обычно делаете у косметолога, намного легче. Но эффект виден. И тоже обязательно на ночь. Тоже желательно в зимнее время. Для того, чтобы не вызвать никаких потом пятен пигментных на лице. В общем, мне очень нравится это средство. Если я увижу, что оно снова появилось в наличии, я обязательно закажу. Использовала его, по-моему, раз в неделю. Иногда даже реже. И мне хватило на очень долго. Наверное, месяцев на 8, если не на год. Где-то так. Я точно не засекала. Оставлю внизу обязательно ссылку. Вдруг он действительно еще появится. С iHerb покончено. Давайте перейдем к... Вот у меня тут есть несколько масочек. И не только. Давайте начнем с масок. У меня здесь три маски фирмы Esfolio. Здесь маска с алоэ, с молочной эссенцией и с вулканической глиной. В общем, это маски чисто чтобы побаловаться. Ничего кроме легкого увлажняющего эффекта от них я не почувствовала. Но я, как вы знаете, вообще не особый любитель масок тканевых. Но узнала о том, что для того, чтобы они хотя бы немножко работали, надо, чтобы они очень плотно прилегали к лицу. Чтобы не было нигде участков с воздухом. В общем, нужно хорошо приглаживать. Где нужно разрезать дополнительно ножницами, если оно плохо лежит на лице. Но, тем не менее, от этих масок сильного восторга не получила. Как и, кстати, вот от этой. Это компания S&P с гнездом, птичьим гнездом. У них еще патчи есть, тоже, кстати, неплохие. Эта маска вообще ни о чем. Мне не понравилась абсолютно. Как и вот эта. Lipidure 3D маска. В общем, вообще какая труда. Да, вот это, наверное, хуже всех. Маска, которая мне понравилась, но почему-то я не вижу здесь упаковки. От нее, наверное, выбросила. Это маска с витамином С. Причем я пробовала двух производителей. И обе мне очень понравились. После них, знаете, кожа как будто дышать начала. Как будто заново родилась. В общем, я купила себе еще одну тоже с витамином С. Дальше целых две упаковки этих пластырей, патчей. Для напрыщики, которые вы наклеиваете. Для высыпаний. Мне они нравятся, как вы видите. Заказываю постоянно. Сейчас жду в посылке еще одну упаковку. И что важно. Вы наклеиваете ее на прыщик. Прыщик либо дозревает, либо вообще уходит. Если он на начальной стадии. И вот здесь есть у меня. Они приходят, эти пластыри, вот в такой упаковочке. И вот на такой бумажке они наклеены. Важно хранить вот эту бумажку внутри этой упаковки. И внутри этой упаковки. Потому что, как мне кажется, средство, которое, возможно, пропитано, эти патчи, или которые есть там внутри. И оно как будто бы выветривается. По крайней мере, когда упаковка у меня хранилась вот просто так, эффект от патчи был в разы меньше, чем когда я хранила вот в одной и во второй упаковке. Поэтому, если вы тоже заказываете, имейте это в виду. Дальше средство, которое я очень любила еще в школьные времена. Это зенерит. Это аптечное средство. Кроме того, оно с антибиотиком. Поэтому с ним нельзя рисковать. И лучше использовать только после назначения врача. Мне его когда-то назначал дерматолог. В этот раз я его уже сама купила. И в этот раз абсолютно никакого эффекта я не заметила. Не знаю почему. Возможно, потому что когда-то его использовала слишком много. И уже организм на этот антибиотик не реагирует. Не чувствительный к нему. Поэтому нет смысла использовать дальше. Тут еще, наверное, половина бутылочки я выбрасываю. Средство, которое мне понравилось очень сильно. У меня сохранилась только коробочка. Тут было три пробника. Это компания Medicaid. И у меня был пробный вариант средств для проблемной кожи. Здесь умывалка. Здесь точечное средство от высыпаний. И увлажняющее средство с пробиотиком. Обалденные. И первое, и второе, и третье. Умывалка с маслом чайного дерева. Которая здорово борется с проблемной кожей. С прыщиками, с высыпаниями. И не пересушивает кожу. Плюс даже точечное средство. После косметолога у меня были такие проблемные, так скажем, места. На которые я использовала это средство не точечно. А прям так хорошо на поверхности. И тоже не было никаких высыпаний дополнительных. Не было сухости. Не было даже никаких ощущений сухой кожи. Здорово работает. И плюс оно убирает высыпания на начальных стадиях. Вот только там что-то зарождается. Помазали. И на следующий день уже ничего нет. И средство, которое увлажняющее, с пробиотиком. Отлично работает с проблемной кожей. Я не знаю почему, но у меня раньше было такое убеждение, что пробиотики это средство, точнее это компонент, который используют в средствах для сухой кожи. В общем, если у вас проблемная кожа, не забивайте на увлажнение. Это очень важно. На самом деле даже важнее, наверное, чем борьба с этими самыми высыпаниями. Потому что увлажненная кожа, она будет и работать качественнее, быстрее с этим всем бороться, справляться и убирать эти все недоразумения с вашего лица. Если у вас проблемная кожа, ищите себе хорошее увлажняющее средство именно с пробиотиком. Потом скажете мне спасибо. И последние два средства, которые остались. Мой голос говорит мне, по-моему, до свидания уже. Оба от Holy Land. Первое это Super Lotion. Раньше он, по-моему, назывался Millennium. Это лосьон-тоник, который без кислот, без каких-то суперактивных ингредиентов, которые могут навредить, но который борется с открытыми-закрытыми комедонами, с белыми-черными точками. Но факт в том, что результат от этого средства вы увидите спустя, наверное, месяц-полтора, не раньше. Но зато вы его точно увидите. Мне нравится. Я заказала себе еще одно, кстати. И два главных ингредиента. Это экстракты ромашки и арники. Классное средство. И единственное, что хотела бы еще сказать. Лично я предпочитаю такие бренды, такие фирмы, там Holy Land, Christina, тот же Medicaid, заказывать у косметологов. Не в мультибрендовых магазинах, не в онлайн-магазинах. Просто потому, что доверие конкретно к косметологам, именно в плане этих фирм, больше. Я заказывала эти два средства у косметолога в Одессе. Это, кстати, моя сестра. Ей я, конечно, доверяю еще больше. А Medicaid покупала, заказывала у косметолога уже в Киеве. Оставлю обязательно ссылку и на одного, и на второго, вдруг вам тоже нужно. И вот здесь, в этой таинственной баночке без этикеток, на самом деле, здесь был, так скажем, отливант, пробник, маски. Крем-маски Lactalana называется. Это молочная маска, насколько я помню. Она приятно пахнет каким-то сладеньким йогуртом. И эта маска призвана очищать, успокаивать и увлажнять кожу. Конкретно сильного очищения я не заметила. Я заметила осветление пор. Это, да, прям очень сильное, очень заметное, сразу после первого применения точно. И плюс очень классно, оно успокаивает. Я эту маску использовала после достаточно агрессивной процедуры у косметолога. И была прям поражена эффектом, результатом. Кожа очень гладенькая, очень приятная. Хочется вот прям касаться, но этого делать не нужно. И я использовала ее раз в неделю. У меня была пробная версия. Вы видите, тут не так много. И то мне хватило, по-моему, на 4-5 раз. Я очень довольна, хочу себе еще. На этом все. Я закончила быстрее, чем предполагала. Большое спасибо вам за внимание. Обязательно запишу еще следующую часть, но уже не сегодня, чтобы окончательно не попрощаться с голосом. Желаю вам хорошего дня и пока-пока.